Права и обязанности жилца Мы рады приветствовать вас в Управлении по вопросам аренды жилых помещений или сокращенной ОРТ. В данном видеоролике мы рассматриваем права и обязанности жилца. Право аренды представляет собой контракт, а чтобы контракт работал, обе стороны должны выполнить свою часть сделки. Одной из важнейших обязанностей жилцов является своевременное внесение арендной платы. Просроченная или неоплаченная арендная плата является основанием для выселения. Нет никаких законных оснований для удержания арендной платы, даже если домовладелец сам поступает неправомерно. В свою очередь домовладелцы не могут менять замки арендуемой собственности по любой причине, выключая неоплаченную аренду. Если аренда является срочным договором, жилцы несут ответственность за арендную плату в течение всего срока. Если жилцу необходимо съехать до окончания срока аренды, он должен поговорить с домовладелцем, чтобы узнать, можно ли согласовывать досрочное прекращение аренды. Это может помочь в подборе и замене данному жилцу. Другой вариант, если жилец найдет кого-то, чтобы сдать недвижимость в субаренду на оставшийся срок. Жилцы должны иметь разрешение от домовладелца на субаренду, однако домовладелцы не могут отказаться в разрешении без всякой причины. Иногда домовладелцу может потребоваться, чтобы жилец временно освободил собственность, например, для ремонта или борьбы с вредителями. В этом случае, если жилец не имеет полного доступа к своей арендованной собственности, он может иметь право на компенсацию дополнительных расходов в течение этого времени. Сюда может входить сниженная арендная плата за время, на которое жилец был вынужден освободить помещение или расходы на гостиничный номер. Домовладелцы и жилцы должны заранее обсудить альтернативные пути, выключая любую компенсацию для жилца. Во время аренды жилцы несут ответственность за ремонт любого причиненного ими ущерба и за поддержание арендуемой собственности в чистоте. Жилцам также следует помнить о других жилцах, живущих поблизости. Все жилцы имеют право на спокойное пользование арендуемой собственностью. Спокойное пользование означает отсутствие беспокойства. Если жилца беспокоит шум или дым, вызванный другим жилцом, домовладелец должен быть проинформирован об этом, чтобы он мог предупредить или сделать замечание нарушающему порядок жилцу. Жилец, который продолжает беспокоить других, может столкнуться с вопросом выселения. Если у жилца возникла проблема во время аренды, первым шагом является разговор с домовладелцем. Разговором можно многого добиться. Для получения дополнительной информации вы можете посетить наш веб-сайт по ссылке www.saskatchewan.ca.ort